Есть весна, есть лето. Это классно. Мы в нашей текучке, в нашем представлении о том, что все зависит от того, кто будет у нас главой государства. Хотя я очень хочу, чтобы был один глава государства и очень не хочу, чтобы был другой. Но тем не менее, есть вещи, прекрасно независимые, независимые от того вообще, какое правительство. Есть глаза любимых людей, есть небо, есть прекрасная зелень, прекрасные природные запахи. Есть безумно красивая зима, потому что зима это не только холодно, а это еще очень красиво. Есть прекрасное время года весна, есть лето, есть осень, есть запах листьев. Есть масса такого, что надо заметить и понять, что это счастье, что ты живешь на свете, что ты дышишь, что в этот момент у тебя ничего не болит. А когда болит, то все равно есть кто-то, кто тебе сочувствует и понимает, и это счастье, иметь при себе какого-то близкого, сочувствующего и понимающего тебя человека. Эти поводы для счастья есть у каждого. Просто мы в своей иногда глупой суете не замечаем этого. Это я, прежде всего, к себе обращаю эти слова, потому что я тоже, так же, как любой из нас, иногда зашориваюсь и не замечаю вещей, которые нельзя не замечать, раз ты живешь на свете. Потому что потом этого не будет, не будет нас, и это будет темнота, так сказать, отсутствие. А само присутствие здесь, на этом свете, это счастье. Надо это понять когда-нибудь. Или время от времени, волнами понимать, мне кажется. Вот это, мне кажется, единственное, что это такое пожелание. Пожелание, есть такое замечательное, знаете, кто-то умный сказал, что счастье это вообще не станция назначения, а это способ путешествовать. То есть вообще способ жить. Надо быть счастливым. Это правильно. При том, что так много ужаса вокруг. Но надо при этом понимать, как много прекрасного вокруг. И это не то, что одно уравновешивает другое, но это, мне кажется, нельзя сбрасывать со счетов. Есть прекрасные элементарные вещи, которые, как сказать, которые ни с чем не сравнимы по ощущению. Есть только отдать себе в этом отчет. Вот и все, пожалуйста.